Знамя Победы легендарной 336-й стрелковой мелькесской дивизии вернули на историческую родину. Теперь оно будет храниться в Музее боевой славы Димитровградского технического колледжа. В России это третье по счёту передачи знамён в военные округа. Ранее исторические реликвии, находящиеся в хранилищах Центрального музея вооружённых сил, получили Южный и Восточный военные округа, а также Северный флот. В церемонии участвовал глава региона, представитель военного комиссариата, юнормейцы, активисты военно-патриотических организаций. В техническом колледже уже готовят помещение для нового экспоната. У нас есть музейная комната веки российского казачества. И, соответственно, сейчас мы будем уже делать проект музейной комнаты именно как раз вот этой дивизии. Напомним, 336-я стрелковая дивизия формировалась в мелькесе в 1941 году. Это подразделение участвовало в обороне Москвы. 1 января 1944-го боевая часть получила почётное наименование «Житомирская». Дивизия отлично показала себя в боях за Житомир. Знамя отправилась на родину дивизии, а патриотический рейтмотив продолжился на заседании Оргкомитета Победа. Сегодняшняя встреча посвящена сохранению исторической памяти, памяти каждой семьи, города, страны в целом. А это возможно только при проведении системной и продуманной работы, в которую будет вовлечён каждый житель. 3 декабря – день неизвестного солдата. В преддверии памятной даты ульяновские поисковики подвели итоги работы за этот год. 2021 для наших добровольцев оказался плодотворным. На территории Ульяновской области возвращено 8 наших земляков, ранее числившихся пропавшими без вести. Ровно 80 лет они лежали и ждали того момента. Это, можно сказать, одна из самых больших чисел, наверное, по возвращению неизвестных солдат на территорию региона за последние 10 лет. В этом году городские власти проверили состояние всех памятников, мемориальных табличек и воинских захоронений. Если требовался ремонт, муниципалы приводили в порядок мемориальные сооружения. По словам главы города, занимались не только каменными изваяниями, а живых героев тоже не забыли. 15 ноября завершили большую работу по медицинскому осмотру, социально-бытовых условий проживания всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны. За лицами, требующими социальной поддержки, были закреплены социальные работники для оказания услуг на дому. В Ульяновске планируется возведение стелы в честь присвоения звания города трудовой доблести. Представители власти уже решают организационные вопросы по строительству монумента. Локация выбрана рядом с железнодорожным вокзалом Ульяновск-Центральный. Установка запланирована на 5 декабря, а 22 числа состоится церемония открытия. Виктория Черкова, Данил Сурков, Улправда ТВ.